Самая массовая и жестокая война в истории современной России началась в 1994 году на территории Чеченской Республики. Более 5000 человек не вернулись с боев, 18 тысяч получили ранения, 300 считаются пропавшими без вести. Митинг, посвященный памяти солдат и офицеров, погибших при исполнении долга перед Отечеством на территории Чечни, прошел у памятника воинам-интернационалистам. Наш долг – помнить всех ребят. Пока память есть, они всегда с нами и они живы. Чеченская война закончилась 31 августа 1996-го. Но мира и спокойствия окончания конфликта не принесло. Похищения и убийства людей, громкие теракты на территории России в Волгодонске, Москве, Буйнакске продолжались. В 1999 году боевики попытались провести военную операцию в Дагестане. Это послужило поводом для начала новой Второй Чеченской войны. Память тех, кто честно и мужественно выполнил свой воинский долг, почтили минутой молчания. Участвовали в спецоперациях и боевых действиях в Чечне около 150 саровчан. Семеро из них не вернулись с полей сражения. Большинству не было и 30 лет. Больно, когда уходят из жизни молодые ребята. Больно вдвойне, когда это происходит внутри страны. Они отдали жизнь за целостность России, за то, чтобы мы жили в мире внутри страны. Время все расставит на свои места, но мы их, конечно, не вернем. У нас основная сейчас задача, чтобы мы были достойны тех ребят, которые хотели жить, но отдали жизнь за Россию. Участников боевых действий в Чечне наградили юбилейной медалью «25 лет боевым действием на Северном Кавказе». Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.